У меня был друг, который участвовал в Первой мировой войне. Его звали Форест. Форест Вайсонг. Он был летчиком во время Первой мировой войны. И он рассказывал мне, как летал над немецкими складами с боеприпасами под приказом не бомбить их. Он пролетал над ними восемь раз и не мог понять, почему их нельзя бомбить. Уже после войны вышла книга под названием «Тысячи американцев». Я хочу, чтобы вы это запомнили. В книге описывается, как американская компания Дюпон. Эту книгу не Эрнест Хемингуэй написал? Нет, Джор Сельдес. В ней написано, что Дюпон вкладывали в немецкое акционерное общество И.Г. Фарбин свои активы. Поэтому они не бомбили их склады. Это подло. В журнале «Форчин» после войны из-за этой книги можно было видеть статьи о том, как воюющие нации вкладывали друг в друга средства, чтобы продлить войну и таким образом манипулировать людьми и остальными странами. Из-за этого война оказалась мне коррумпированной и грязной. А не такой, какой ее описывали политики и пропагандисты. Затем, во время Второй мировой войны, США сражалась за острова на юге Тихого океана. Мы воевали с японцами на территории, населенной туземцами. Американцы давали им в руки винтовки и говорили. «Японцы пришли сюда отбирать вашу землю». Им было наплевать на их жизнь. Они заботились только о военном преимуществе. Во время этой войны я познакомился с человеком по имени Александр Николаевич Проховьев де Северский, который был владельцем авиационного завода Северского. Он как-то сказал мне, чтобы выиграть войну, нам не нужно строить истребители и захватывать острова у Окинавы. Я спросил его, а что нам тогда нужно делать? А он ответил, нам нужно строить стратегические бомбардировщики и бомбить немецкие электростанции. Это остановит производство авиационных заводов и других отраслей военной промышленности. Зачем убивать солдат на поле боя? Это ничего не изменит. Он имел в виду, что если отрубить энергопитание производства, у страны не будет ресурсов на производство техники и боеприпасов, а соответственно не будет военной мощи. Но на такой войне много не заработаешь, ведь нечего будет продавать. Понимаете о чем я? Да, я понимаю. Всегда, когда война, в стране дефицит и кризисы. А президент Джонсон во время Вьетнамской войны был одним из самых богатых людей в США. Инвестируя в старелитейную промышленность и строительство взлетно-посадочных полос для аэропортов. И я понял, что денежная система просто делает войну еще одним способом заработать деньги. Причем за очень высокую плату. Если вы посчитаете не только жизни, унесенные этой войной, но и все ресурсы, которые мы сравняли с землей, в разбомбленной Франции, Германии, Советском Союзе, те 400 кораблей, которые мы потопили в океане вместе с медью, латунью, марганцем, вольфрамом, то вы просто придете к выводу, что люди, идиоты, колоссальные потери, а потом еще выплачивают социальные пособия ветеранам до конца их жизни. По-моему, было бы дешевле перестроить мир. Построить больницы, организовать застройки трущоб, дать народам то, чего им не хватает. Было бы разумнее перестроить мир, чем обучать миллионы людей быть машинами для убийства. Солдат этим и является, машина для убийства. И я представил, что было бы, если бы мы отправили этих парней обратно в школу и научили бы их решать проблемы, а не убивать себе подобных. Как преодолеть различия между народами? Как добиться взаимопонимания с обществом, который совершенно отличается от нашего. Вот как это сделать. Это проще, чем кажется. Военное ведомство не знает таких вещей. В нем сидят люди, озабоченные только защитой собственного государства и себя. Чтобы сделать это, при общении с другими нациями нужно делать упор на то, что необходимо всем нам. Чистый воздух, чистая вода, пахотные земли и актуальное образование. В это не входят ни инвестиционные брокеры, ни банкиры, ни реклама. Только люди, разбирающиеся в агрономии, геологии, структурном проектировании, физике, науке.